Здравствуйте! Вы смотрите проект в гости. Сегодня с нами шеф-повар, который много путешествовал по всему миру, но сейчас задержался в Владивостоке. Зовут его Павлос Тирхас. Здравствуйте, Павлос! Здравствуйте! Павлос Тирхас. Родился и вырос в Южной Африке, но имеет греческие корни. После окончания учебы много путешествовал и работал в Греции, Шотландии, Англии, Испании, а также в Москве, на Сахалине и во Владивостоке. Павлос заслужил множество кулинарных наград и однажды был удостоен чести приготовить обед для самой королевы Великобритании Елизаветы II. Сегодня, применяя новые технологии в приготовлении блюд, Павлос Тирхас вдохновляет целую команду профессиональных поваров на создание кулинарных шедевров. Вы работаете во Владивостоке уже не первый год, а в России в целом уже много лет. Что привлекло в нашей стране, почему вы здесь задержались так надолго? Да, я действительно живу в России давно, на данный момент почти 10 лет, и я побывал в разных частях этой страны. В России меня привлекает тот факт, что на протяжении многих лет она была практически закрыта от всего остального мира. В то время, как сейчас Россия становится все более и более открытой, сюда приезжают множество туристов. Это огромная по размерам страна, в которой есть удивительные, еще не открытые территории, почти не тронутые человеком края и мало исследованные земли. Для шеф-повара, который не стремится использовать продукты из супермаркета, а любит брать их из самой природы, Россия – прекрасное место. Ведь здесь есть и горы, и моря, и равнины, и все они дают разнообразные продукты. Здесь можно найти то, о чем в Европе даже не слышали. Так почему бы не остаться и не поэкспериментировать с русскими продуктами? Ваша линия жизни вообще довольно занимательная. Вы родились в Южной Африке, вообще по происхождению этническому, вы грек, и потом много путешествовали по миру. Относите ли вы себя к какой-то определенной национальной культуре и национальной кухне, соответственно? Да, я действительно родом из Южной Африки, где прожил 16 лет. Моя мама – южноафриканка, а отец – грек. И в культурном смысле я скорее принадлежу Греции, ее традициям и истории, которые так богаты и разнообразны. И, кстати, одна из причин, по которой меня привлекает Россия – это также ее история, хранящая множество тайн, загадок, которые стоит открыть для себя. Вообще в работе шефа – это важная вещь, познавать историю, познавать традиции. Насколько вот вы этим увлечены? Вообще для меня шеф-повар – это не работа, а прежде всего страсть. Страсть к познанию, к экспериментам, страсть к еде и тому, чтобы радовать своих гостей. Далеко не каждый может стать шеф-поваром. У нас долгий рабочий день, мы всегда загружены работой в праздник, и это действительно тяжелый труд. Но если у тебя есть страсть к этому, то слово «работа» тут уже вычеркивается, и остается любимое дело, которому не жалко отдавать все свое сердце и душу. Причем речь не только о том, чтобы радовать гостей твоего ресторана. То же самое происходит и дома. Если ты начинаешь готовить, то делаешь это с любовью всегда и везде. А если возвращаться к началу, что способствовало появлению этой страсти у вас? Какая-то семейная традиция? Или вы первое поколение, кто стал шефом? Почему? Вообще, это странная история, как я решил стать шеф-поваром. В юности я не проявлял особого интереса готовки и открытию каких-то новых вкусов. А затем в молодые годы я проходил службу в греческой армии, и там узнал, что солдат, который работает на кухне, освобождается от всех марш-бросков, строевой подготовки, силовых тренировок и так далее. А поскольку я по природе своей небольшой фанат физических нагрузок, меня это очень привлекало. И вот однажды на военной базе нас собрали и объявили. В армейскую кухню требуется повар. Умеет ли кто-то из вас готовить? Я не умел, но тут же поднял руку и сказал «Я». Меня отправили на кухню, где я честно признался главному повару, что ничего не знаю о кулинарии, но готов учиться, стараться и выполнять все его поручения. И вот в следующие несколько месяцев я стал шаг за шагом осваивать эту науку. И хотя мы готовили совершенно простую армейскую еду, я с удивлением обнаружил какое-то магическое занятие. Во мне стала зарождаться та самая страсть к созданию блюд, о которой я уже говорил. Поэтому, вернувшись из армии, я тут же отправился в учебу в кулинарную школу, и дальше уже стала выстраиваться карьера. До своей службы я даже не предполагал, что могу выбрать такую профессию. Но именно этот путь стал для меня правильным. Каким образом вы искали свой стиль, стиль готовки, свой стиль как шефа, и что он сейчас представляет собой? Окончив кулинарную школу, я тут же стал путешествовать по миру. На тот момент я уже знал, что самые знаменитые мировые шефы именно так обогащают свой запас знаний. Они изучают разные кухни и затем берут понемногу от каждой. Вот и я стал узнавать кухни разных стран, чтобы соединить их вместе и изобрести новый стиль, свой собственный. Мне близка такая философия, в которой соединяются высокая кулинария и приятная простота блюд. Мой стиль – это не мишленовские рестораны, откуда вы можете уйти голодным. Ведь главное там создать необычные ощущения, а не накормить гостей. Мой подход – это блюдо, которое имеет яркий вкус, красивый вид и соответствующий размер. Это еда, которая приятна со всех точек зрения. И лично я люблю брать за основу греческую кухню, потому что она здоровая, свежая и вкусная. К тому же она легко адаптируется к традициям разных стран, что тоже весьма приятно. Субтитры создавал DimaTorzok Еще у меня такой вопрос. Ведь шеф – это не только взаимоотношения с едой и с продуктами, это еще некий менеджмент на кухне, выстраивание отношений со всей своей командой. Что вы делаете для того, чтобы максимально вдохновить на хорошую работу? На кухне твоя команда – это твоя правая рука. Без нее ты никогда не добьешься желаемого результата. На моей кухне я практикую разные подходы к своим поварам, но никогда не кричу и не позволяю себе грубости. Я стараюсь донести до моих шефов, как важно все время узнавать новое. Я стараюсь быть ближе к ним, обучать их и объяснять, что чем больше навыков они получают, тем лучшее будущее они себе обеспечивают. Я также вижу, что они любят то, чем занимаются, и не отсчитывают часы до конца рабочего дня. Моя команда – это люди, у которых есть страсть к своему делу, и это самое главное. Ну а я, в свою очередь, стараюсь их вдохновлять и делюсь своим опытом с молодым поколением. Даже на примере Владивостока мы видим, как стремительно развивается ресторанный бизнес. Еще несколько лет назад выбор мест был не таким большим, а сейчас тут и там открываются новые рестораны, которые предлагают все новые концепции. Мои ребята видят эту динамику и понимают, как важно учиться и постоянно оставаться актуальным. Да, мы по-настоящему увлеченные люди. Я знаю, что в вашей жизни был эпизод, когда вы готовили для королевы Елизаветы. Обед или ужин, уж не знаю, что. Можете поделиться этим опытом? Да, это был единственный, но очень необычный для меня опыт. Я тогда работал в Шотландии. Там есть крупнейшая в стране железная дорога, по которой курсируют поезда первого класса. В каждом из них работает свой шеф-повар, который готовит для состоятельных туристов. И вот однажды там запускали новый поезд под названием «Малард». На тот момент он был самым быстрым и самым роскошным из всех. И вот когда стало известно, что в первый маршрут на поезде отправится королева Великобритании Елизавета II, стали выбирать, кому из шефов доверить обслуживание этой поездки. Желающих было много, и в Шотландии даже устроили национальный кулинарный конкурс по этому поводу. Я тоже принял в нем участие, победил и получил такую привилегию. Надо сказать, что я готовил не только для королевы, но и для премьер-министра Тони Блэра и еще целого ряда знаменитостей. В общем, это было действительно забавно. Если говорить о вкусовых предпочтениях гостей здесь, во Владивостоке, можно ли говорить о неких пристрастиях? Что в большей степени выбирают ваши гости здесь, в ресторане? Предпочтение людей в России очень зависит от региона. Что касается Сахалина и Владивостока, здесь на первом месте морепродукты. Дальневосточники обожают крабов, устриц, мидий, гребешков и прочие дары моря. Это здорово, потому что здесь такие продукты очень свежие, их ловят по всему региону. Это здоровая и изумительно вкусная пища. Так что повару даже не нужно слишком изощряться в приготовлении. Главное, не испортить прекрасный естественный вкус морепродуктов. Есть ли какая-то конечная точка в карьере, к которой вы стремитесь прийти, скажем, через 20-30 лет? Есть ли какое-то видение того, каким вы видите вот свое будущее? Хотелось бы через 30 лет сидеть на красивой веранде, наслаждаться видом и смотреть, как вокруг меня бегают многочисленные внуки. Что касается развития карьеры, мне уже сейчас удалось воплотить свои цели – стать шеф-поваром в крупном отеле. Можно сказать, что я нахожусь в своей зоне комфорта. Я работаю здесь уже 4,5 года и очень люблю то, чем занимаюсь. Пожалуй, сейчас я больше сфокусирован на том, чтобы как можно лучше обучить своих коллег и подготовить новое поколение отличных поваров. Кстати, я знаю, что сюда вы приглашаете даже студентов, которые обучаются кулинарному мастерству. Вот почему у вас возникает такое желание обучать людей практически с нуля? Мне нравится брать на работу студентов и нравится давать им возможность попробовать себя в реальном деле. Обучаясь в кулинарной школе, ты осваиваешь основы, не спеша выполняешь задания, но совершенно не получаешь представления о том, как это работает на практике, какой высокий темп приходится выдерживать у плиты. Потом ты заканчиваешь школу, приходишь на профессиональную кухню, и все меняется кардинально. Ты видишь совсем другое отношение и почти армейскую дисциплину, которой нужно следовать. Я стараюсь брать студентов уже на первом году обучения, чтобы окунуть их в реальную работу. На этом опыте очень быстро становится понятно, кому действительно стоит работать шефом, кто находит удовольствие и страсть в этом деле, а кому не под силу выдержать такой темп, напряжение и уровень стресса. Мне не хочется, чтобы человек потратил на обучение 3-4 года своей жизни, а потом пришел на кухню и понял, что совершил огромную ошибку. Побывав на одной из наших кухонь, он очень быстро может разобраться, для неволи это стихия. Ведь если работа шеф-поваром не для тебя, никогда не поздно изменить свои карьерные планы и пойти по другому пути. Быть шефом – нелегкое дело, но если ты действительно это любишь, все получится. Этим советом, думаю, можем закончить наш разговор. Спасибо, что были у нас в гостях. Спасибо, было приятно побеседовать. Спасибо, было приятно побеседовать.